Дорогие друзья, с большим прискорби сообщаю вам, дорогие друзья, что мы сегодня потеряли 93 родных людей под Сочи. Это наш ансамбль, весь цвет советской культуры. Это флагман, последний флагман советской культуры. Под управлением кремлевских пустоплясов мы уже потеряли очень много ценных и драгоценных людей, незаменимых людей. Здесь мы в лекциях, кадры решают всё, рассмотрели все психоматрицы наших уважаемых лидеров. И вот новый Курск, новый флагман, флагман уже российской культуры, духоподъемный ансамбль Александрова. Что сказать? Конечно, это с большим прискорбием, но всё же следует отметить, что теория, древняя теория Пифагора, которая касается психоматриц людей и расстановки их для выполнения божественных целей, божественного промысла, она оказывается справедливой и сегодня, что ещё раз мы можем убедиться на примере по ансамблю имени Александрова. К сожалению, вот у нас такие организации военные, по сути дела, ансамбль Александров является войсковой частью, они находятся под управлением Верховного Главного. Вот это значит компания у нас, командиров, ведет нашу доблестную армию в погибель. Вот это вот пример явного непрофессионизма. То есть человек, он не приспособлен к выполнению тех задач, которые на него возлагает командование. Так же, как и в случае с нашим папой Карлом, уважаемым Карловым, нашим дорогим послом, Грибоедовым современной эпохи, иначе нельзя его назвать как Грибоедова, посла, поскольку погиб он неповинно, и выстрелом подлым в спину, то такой же выстрел в спину сделали наши уважаемые главы командующие послав в провальное место, в глубокую негритянскую задницу, цвет советской культуры на явную погибель, что явно тут будет месть за лайнер этот, голландский авиалайнер, и послав такой ансамбль, тем самым было подготовлено все это для его уничтожения. Это тонко проведенная операция. Вот мы посмотрим со стороны, ну мы уже рассматривали психоматрицы наших дорогих руководителей, которые тоже они глубоко непрофессиональны. Вот, ну возьмем нашего даже, я не занимаюсь предвыборной агитацией, тем более 18-й год, там выборы и так далее. Мы рассматриваем чисто научный математический подход. И отбрасываем вот этот вот пиар, отбрасываем вот эту технологию лубянского ничаво, которая у нас действует во всех СМИ и нас дурачит. Мы рассматриваем чисто научную проблему, которую мы уже подтвердили на протяжении многих лекций. На примере сотен, может быть, людей, биографии которых и психоматрицы которых мы получили полное стопроцентное совпадение. О чем нам пишут вот и многие слушатели наших лекций, студенты наши. Вот, уважаемый наш главнокомандующий, мы его, вот он, пожалуйста, главковерх Сиярусии, президент Сиярусии. Вот он все команды. Вы видите, сколько нулевок-то? Да, харизма есть, три двойки. Да, генерал. Но генералу свойственно обманывать. Он же ведь ловко обманет в интересах избранной группы лиц. Избранной группы лиц. Он может обмануть. Это четыре единицы об этом говорят. Вот эти три двойки ничего совершенно не значат, потому что вот у него нулевки здоровья. Несмотря вот это вот на две пятерки, которые логики, ситуации он предвидит, но он предвидит все с выгодой именно для ограниченного круга лиц. Две семерки. Это карточный игрок. Ну, он и сам хвастается, они и все СМИ хвастаются. Вот как я Запад переиграл в карты. При плохом раскладе. Шестерка. Многоцелевик. Пятерка. В семье напряженка. Единица. Революционер духа и дела. То есть все под себя, все перевернуть, все изменить. Семерка. Фанатизм. Религиозный фанатизм. Двойка. Не умеет зарабатывать деньги. Бюджет страны пустил по ветру. Вот эти все Олимпиады и фигуры. Я не буду говорить матом. Четверка. Ему требуется женщина. Но он не женатый. Он же развелся. Вот так. Но организм требует женщин. Как он его восполняет, мы не знаем это. Вот такие дела. Но это не рассматривайте как предвыборную агитацию. А как чисто математический расклад. Вот психоматрица нашего хроматического, да, лидера. Но как вы не садитесь, а в президенты не годитесь в принципе, да? Вас поставила вот эта Лубянская ничего запрограммировала. Мы потом рассмотрим, как оно происходило, это программирование. Мы рассмотрим их, их генералов, которые занимались зомбировкой. Вот эти. Они даже космологическую теорию новую изготовили. Они под видом, как говорится, защиты первых лиц государства, они такую там ахинею, чертовню навели, что вот она сейчас чертовня эта и сказывается на всем государстве. Вот эти контакты с инопланетянами, которые они пытались, там вот эти генералы, 1001, войсковая часть там, 1001. И вот другие вот из службы охраны, службы охраны президента. Вот это под видом вот этой вот охраны они чертовню развели в стране. Вот, пожалуйста, они назначили кого? Министром обороны. Пожалуйста. Вот он. Лояльный человек, у него три единицы. Тоже так, как и президент, он сугубо положительный человек. Харизма у него хорошая. Ну вот у него нулевка, но он скрупулезный человек. Он скрупулезное дело выполнит, хотя у него мотивации нет, но он выполняет все честно. Здоровье у него есть, но надо укреплять. Три пятерки. Он видит настоящее будущее, но не знает, как избежать проблем. Шестерка у него есть, тоже требуется физический труд, но он его не любит. Везения нету. Ну, это мы знаем уже. Восьмерка, он человек порядочный. Девятка определенный ум есть. Семерка фанатик. Это не в пользу говорит. Семерка семейная, она тоже. Вот эта семерка семейная, она тоже не в пользу говорит. Ну, сексуальность у него нормальная, кстати, говорят. Все в порядке. Вот это Шойгу. То есть, человек, в принципе, он не генерал. Да, не генерал. Ну, зато главнокомандующий генерал. Насчет главнокомандующего, я что могу сказать? Вот он, полковник. И вроде как бы даже хвастается там его приближенный, что вот он такой скромный, он дальше не лезет на маршала, на генерала, как Брежнев там не вешает себе ордена. Но, с одной стороны, это и есть пиар самый настоящий. То есть, как вот царь, вот он полковник такой скромный, он не хотел. Но, с другой стороны, он такие вещи творил. Царь Николай II тоже был полковник. Тоже главнокомандующий. Ситуация такая же. Это пиар, чистый пиар. Если ты назначил себе главнокомандующим, или тебя назначили, твоя задача какая? Учиться, учиться, учиться у этих маршалов, генералов армии, там, фельдмаршалов, и тоже стать маршалом. Заочно хотя бы учись. Вот как вот, ну, хотя бы вот учился прекрасно, кто там, Берия. Он же ведь, не отрываясь от дела своих, постоянно повышал свой уровень. Знал тоже много языков, и технику знал. И дошел все-таки до маршала. И честным путем, можно сказать, что честным путем он, занимаясь, знал он много. Управлял. И наукой целенаправленно создали они атомную бомбу нам, защиту Советскому Союзу. Вот такие дела. То есть, если ты полковник, извини меня, расти до генерала, чтобы стать главнокомандующим. А если ты такой скромный, то не надо назначать себя главнокомандующим. Видите, какие ножницы получаются. Я скромный, но я себя назначаю главнокомандующим. Вот это все, какая получается ерундистика. Ну, вот дальше мы рассмотрим по нисходящим. Мы рассмотрели главнокомандующим, министра обороны рассмотрели. Ну, как в тот раз, вот со случаем с Карлом, мы с министра иностранных дел взяли. То есть, это его непосредственный подчиненный. И вот у нас кто непосредственный руководитель вот этого вот ансамбля. Это Губанов вновь назначенный, Ленинградский тоже. Из питерской команды. Вот дальше мы что имеем? Губанков. Вот он Губанков, это питерская команда. Он руководил этим ансамблем Александрова. Ну, я скажу, как вот этот вот... Вот укрепленная крепость Монергейма, допустим, да? Высокоукрепленная. Мы собираем всех маршалов, даем им по автомату ППШ и бросаем их на передовую брать эту линию Монергейма. Вот это примерно так ансамбль Александрова, как брошен как микроскоп, забивать гвозди там в этом на авиабазе Хмемин. Мы не послали туда ни эту пучку Пугачёва, ни этого пучка Сучка Киркорова, мы не послали туда этих всех как животноводов-то этих, от искусства или как она, попса-то вот эта дешёвка. Мы туда не послали. Мы послали туда именно вот это самое лучшее, что у нас есть. Кто в этом виноват-то? Говнокомандующий. И виноват министр обороны. То есть они своим недотумкали шарики, то у них не ворочается в голове-то. Они не знают, кого куда послать. Вот в чём дело-то. Полный аут там в Кремле-то пошёл. А может быть это специальное уничтожение, как Горбачёв занимался. Может быть это такая же система. Продолжение этой системы. Вот он наш Губанков. Ну что же, тоже положительный человек, как и главнокомандующий, как и все. Вот мы видим Губанкова. Видите, генерал тоже. Он 65-го года рождения. Ну, родился в Ленинграде. Ну, сейчас они же называют себя петербургцы. Петербургцы от слова Петербург. Петербург. Вот эти вот петербургцы, они вот и захватили тут власть-то на Москве. Вот они что творят. Между прочим, матрица неплохая. Вот генерал, две двойки есть. Склонность к наукам есть. То есть он никаким не искусственным должен в науке быть. Сидеть в науке. Тем более здоровья у него никакого. Ну, кстати говоря, тоже нечестивый он. Нулевка, восьмерки нет. И семерки нет, везучки нет у него. Ну, к науке у него есть. И две шестерки. И три девятки он очень красиво говорит. Очень схватывает все идеи. Ну, тоже он фанатик. И он очень стабильный человек. Человек чересчур стабильный. А в остальном все, как говорится, в порядке. Ну, не это я хочу заметить. Что вот почему вот лучшие люди-то вот погибают? Послали-то. Смотрите, вот она матрица. Это губанков. Видите? Четыре единицы. Треугольник из нулей. Обратили внимание? Восьмерка. Все там это есть. Теперь я показываю вам. А. Ладно. Мы... Губанков тоже похож. Но еще более есть похожие. Я потом покажу. Дальше идет вот от... От губанков идет ниша. Кто это там будет? Халилов. Самый... Кто погиб? Наш дорогой вот генерал. Который дириж... Руководитель этого ансамбля. Вот у него вот психоматрица тоже очень хорошая. Все же хорошие люди. Но они не по... Не своим делом совершенно знают. Не своим делом. Вот у него опять треугольник из нулей. Видите? Тоже генерал. Все у него есть. Генеральская. Но смотрите, вот семерка тоже фанатизм. Фанатизм. И четыре вот эти четверки. А это как у Володина. Вот вы обратите внимание. Вот этот тоже треугольник, как у его непосредственного начальника. Этот же самый треугольник. Две двойки. Четыре единицы. Две пятерки. Две тройки. Семерка. Вот я теперь показываю вам хорошего тоже человека. Но этот человек живет на острове. И носит юбку. Этот человек Тереза Мэй. Видите, какая матрица? Это вот нашего Халилова матрица. Видите? Какой должен был человек Халилов быть? Ну и что ж он музыкальный? У него данные, извините, на Терезу Мэй. То есть мы его занизили. Мы его IQ занизили. Он по масштабам задач может решать. Гораздо более серьезный мог бы решать задачи. Правильно? Вот такие дела. Ну и следует отметить, что организован этот ансамбль. Вот, кстати, вот дата это образование ансамбля, она тоже невезучая. В этой дате семерки нет. Вот такие дела. То есть с прискорбом и с возмущением говорю, что у нас кадровая политика, вот на этом же примере видно, что делается непрофессионалами. Может быть, даже вредите. Я призываю вас серьезно заняться изучением того материала, научного материала. Ведь это же все не для того, чтобы кого-то обличить или кого-то там унизить, каких-то там президентов обидеть или это. Просто показать, что они не на своем месте стоят. Они не своим делом. Они бы могли для общества сделать гораздо больше, чем они вот сейчас сидят, там просиживают штаны или там в бассейнах плавают или там пиво пьют. Вот такие дела. Ну, все вот это от Курска, вот это накрутилось, она утонула и тут она. Вот такие вот. То есть я к тому, что кто-то должен непосредственно нести за это ответственность. Кто послал, кто следил, кто выдал этот самолет старой 30-летней давности. Кто там на протяжении на заправке, что делал там с ним, какой горючий. Все это надо рассмотреть внимательно. Ну и, извините, но мы знаем уже, чем это закончится. Даже если будет установлена правда, то Табуреткин-то у нас будет на той же табуретке сидеть. Его даже вот ничем не передвинешь никуда. Он так же и будет. Все. Выполнил задание, получил денежки. Все. Уничтожил там ансамбль Александров. А потом, да чего это еще можно сделать? Как повернуть-то? Вот наши враги, это все наши враги уничтожили. Вот мы ищем все причины врагов. А я вот здесь вот не сошлюсь. Вот мы же сводим. Президента вместе мы ходим со свечками, держимся в церкви. У него в правой руке, а у нас в обоих руках по свечке. И мы стоим в церкви, слушаем службу эту. Вот я здесь сошлюсь на то, что в службе-то говорится. И вы удивитесь. Что значит нечестивый человек? Что значит непутевый? И что значит попасть на совет нечестивых? Потому что сам погибнешь, хороший человек, вот, или там группа подчиненных людей, они все погибнут. Из-за того, что попали на совет вот этот вот нечестивых. И это все религия объясняет. Так же, как религия в этом отношении, она даже более точно, чем математика, надо сказать. Если кто верующий. Вот так вот. Вот такое мое возмущенное состояние. И то, что мне жалко этих вот людей, конечно. Это любимый мой ансамбль. Его по радио не слышно. У нас сплошная вот эта попса, дешевка иностранная. Какую радио не включишь. И они стали еще тараторить вот эту рекламу. Телефон такой, и все. И как собаки там гавкают. И реклама потом идет, вот эта вот трескотня иностранная. Вот это вот. Они там иностранные. How are you in heaven? Hello, be your name. Они не исполняют это вот. То, что за границей-то любят там. Вот че наш-то. How are you in heaven? Hello, be your name. Это они не иностранные. А из иностранного они берут самое плохое. Вот это вот наркомания все. Это все дешевка. Эти группы все. Тяжелый рок. Вот любимый этого айфончика. Тяжелый рок. Вот они вот заводят это везде. На ансамбле Александра нигде не слышно. Мало того, что я захожу на сайт, а там невозможно на него найти сайт этот Александр. Невозможно зайти. Послушать концерты, вот где они выступали. Невозможно. Ну и в последнее время, что их этот Мединский, вот этот вот Мединский, что их заставлял петь этот Мединский-то? Они уже начали по-американски вражеские песни, ну, как говорится, вражеской страны петь. Выступают в Америке, там, на английском языке, поют эти Битлсы. Ну, заставляют их, конечно, вот эти вот Мединские-то вот. Что они творят? Вот он, пожалуйста, Мединский. Ну, точным наукам вообще характерен. Ему бы надо вот технологиями заниматься, чубайсом. Ну, тоже карточный игрок. И многоцелевик. С семьёй неважно у него, что у него. Он стремится к стабильности. Вот нулёвка у него, логика. Много ошибок делает. Ну, диссертацию списал, там, ну, подумаешь. И самое главное, что он вампир. Он вампирирует это искусство. Всё, он вампир этого искусства. Ничего хорошего от него ждать нельзя. Вот у него двоек нет, ни одной. Хотя он такого, три единицы, лояльный, можно с ним договориться и всё такое прочее. Вот такая психоматрица этого гражданина Мединского, который диссернет уже обличил. Который совершенно... Ну, чем он занимается, я даже не буду это говорить. Моя цель была не такая, не кого-то там обличить. А именно, опять же, вот, показать действенность теории нашего Пифагора, который взял эту теорию из египетских жрецов. Он же на стажировке там был. Его послали туда на стажировку. Он там проходил у жрецов крутую учёбу. И вот то, что он вот оттуда вынес, а это вот, ну, граммулечка этих знаний, которые там были. Они, конечно, не всеми знаниями с ним поделились. Это естественно. Но если бы нам, конечно, знать эти знания, ну, будем, конечно, к этому стремиться с вами. И, пожалуйста, обратите внимание, вот, левцы про Карлова особенно, вот, это был первый звонок. Я же тогда звонил буквально в колокол, что Карлов – это провал внешней политики Кремля и Министерства иностранных дел. Это провал. Это неправильно расставленные кадры. Неправильно используются кадры. Вот я в набат бью, буквально в набат, и говорю, что прислушиваться надо к этой теории. Это не моя инициатива. Не моя теория. Но поскольку я вижу полное совпадение, и вот те беды и несчастья, которые приносят не учёт этой кадровой политики, ведь Сталин же не зря говорил, Лосиф Федорович, кадры решают всё. И второй этап, у него было кадры, овладевшие техникой, решают всё. Это было дополнение уже. Вот мы были на грани уже, и что же, и вышли из этой комсомола. Вот они, Матвиенки эти вот, они же все из комсомола вышли. Вот мы вот, я, допустим, пионером был, вот клялся слушать делу смены комсомол. Комсомол тоже поклялся. В армии тоже поклялся торжественную клятву. Но мы будем сегодня говорить о грехе против Бога. Это относится всё к грехам против Бога, если я нарушу эту торжественную, как мы говорили, если я нарушу сию торжественную клятву, то пусть меня эта всеобщая ненависть от трудящихся постигнет. Кара и всеобщая ненависть трудящихся. Так вот, эта всеобщая ненависть, она, несмотря на выведенные за деньги вот эти вот рейки, сказано особенно сильно у Соломона, то есть притча Соломонова и Псалма Давида. Сказано очень сильно про это. Вот праведник семь раз упадёт, но будет поднят. А нечестивый в путях своих приткнётся, и нечестивым погибель в пути. Вот такие дела. То есть, то, что свыше нам дано, мы должны исполнять. Но другую песню, другую скрипку мы не должны исполнять. Если мы скрипачи, то мы должны заниматься скрипкой. Если мы духовой инструмент, то духовым инструментом. То есть, по своим талантам, по способностям, как при социализме от каждого по способностям. А способности надо было выявлять вот на примере вот этой теории Пифагора. Мы Пифагоровы штаны все проходили. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Но у Пифагора есть, как оказывается, ещё другая теория, которую мы вот здесь освежаем. И экспериментально как раз учим наших студентов, что не делайте так, дорогие наши ребятки. А вот посмотрите на свою психоматрицу. Что там надо исправить? Если у нас что-то там не хватает логики, надо подтянуть. Если у нас восьмёрок нет, мы должны помнить о своих долгах. И чётко их выполнять, если мы что должны, скрупулёзненько это дело записывать и выполнять. Если у нас есть склонность к наукам, у нас тройки, мы должны заниматься науками. Что у нас тянет к какой науке? Если у нас три двойки, то ясно, что мы должны целить людей идти. Или две двойки. Если у нас четыре единицы, мы должны в генералы идти. Мы должны военными быть. Ну, не как вот Нишойгу. У него три единицы всего. Он не генерал. И никогда военным не был. Ну, руководить Министерством обороны. Ну, кстати, у нас вот президент, у него генеральский характер. Да, всем успехов, всего доброго, Царство Небесное, нашим всем талантам. Ну, я думаю, что их инопланетяне забрали вовремя. То есть, видел я тут в Ютьюбе, сейчас последний, уже фантастик, полуфантастика, как подлетает НЛО и забирает корову наверх, туда, к себе. Ну, корову, знаете, она весит, сколько килограмм? 600 килограмм, что ли? Ну, всю эту корову, значит, поднимается на лучи, она спокойна. Ну, так же вот рассказывал тут ютьюбер один, что лежал в комнате, и луч тоже на него был направлен. Луч его с кровати начало тащить в окно. Окно было открыто. И он чудом захватился за эту кровать и не дал себя утащить туда, в эту ванну. И тут получается какое? Для нас это может быть даже секунды, доли секунды, когда самолет ударяется о воду, получается, а вода при скоростном ударе, она становится тверже металла. То есть, когда самолет ударяется в воду, равносильно, что он ударился о поверхность стали, высокопрочной стали. Потому что вода не сжимаемая жидкость, и на скорости, при скоростном ударе, чем быстрее скорость, тем она больше сопротивляется удару. И вот в этот короткий промежуток времени, для нас он короткий, но многие же вот сейчас летчики, космонавты рассказывают, что и кто в ДТП побывал, что бывают такие моменты, что они растягиваются, как бы для них становится это, так же и спортсмены рассказывают, боксеры, спринтеры, что они растягиваются для них в минуты. И в результате появляется у них окошечко для спасения. Окошечко спасения, оно расширяется. Но поскольку человек-то он больше, чем тело, гораздо больше, чем его тело, вот наше тело, это только часть нашего человека. И оно, это вот, все вот этот человек, оно, он перемещается дальше в такой же самолет, только другой формы, и с более хорошими техническими характеристиками. То есть, для них самих, которые были вот в этом самолете, ну, здесь было теории времени и уравнение времени. У нас был такой экскурс, лекция такая была, теория времени, и там можно было рассмотреть, что как возможно перемещение, даже у нас никаких не надо, ни кротовых нор, ничего не надо, а все это происходит совсем по-другому. И человек, ну, человек вот в этом же теле, оно формируется в другой точке точно такое же. В другой точке. Это остается, а в другой точке формируется точно такое же. То есть, для них, вот, которые погибли, нам кажется, вот они погибли, все. И вот тела мы их нашли, вот они это, но это не все. Вот, те же самые тела, они все в том же составе оказались в такой круглой тарелочке, которая вместила их всех, и куда она их повезла, уже мы не знаем. Но, во всяком случае, она кому-то, вот это, как та корова, которую подняли, вот они, эти люди, все были нужны для каких-то целей, для целей более высших, более организованных людей, не таких, как мы, вот мы живем по системе практически муравьев, или животных, или насекомых. Мы каким-то, вот это государство у нас, как муравьиная куча, или там, как пчелиные улей, у нас одни там, ульянова, бортникова, все, у нас улей какой-то. И там, одна там матка, и свиноматка, и мы уже сами-то уже на свиней генетически похожи. Не говоря уже о делах своих, то уже, уже медики готовятся от свиней, там нам органы пересаживать. Мы недалеко ушли, ну, допустим, я сам по себе, патологической жажды пожрать, патологической жажды выпить, патологической жажды закурить, ну, это, ну, кто мы, кто мы, патологической жажды матерком кого-нибудь послать. Вот, вот это вот у нас есть, вот мы где-то на нижнем этом уровне, но у нас женщины еще, они женщины, они на, на два этажа, мы если на первом этаже мужчины находимся, то они где-то на третьем этаже живут, ближе к Богу там находятся. У них много можно подчеркнуть умного, если прислушаться. Вот таким образом, потому что я это оптимистически заканчиваю эту речь, я больше, чем уверен, что эти все люди живы, в полном составе и в полном коллективе, но только они теперь будут не подострелом, не подострелом, исполнять свои песни, а исполнять их будет где-то в другой точке нашей, может, галактики, а может, в другой галактике, это мне неизвестно, к сожалению. И, кстати говоря, даже запрашивать я бы, вот некоторые вопросы можно запросить у Всевышнего, но вот вопрос, где находится этот данный человек, это не имею права, там запрет есть, даже в Библии есть запрет. То есть нельзя спрашивать, куда Бог переместил человека, то есть душу его. Ну, а душа это и есть весь человек, потому что тело-то, это, ну, как автомобиль его собрать можно, оно быстро собирается и, пожалуйста, как говорится, оно готово, как вместилище данной души, а душа может им управлять. То есть я показывал в лекции, где-то у нас была лекция изделия человек, инструкция по эксплуатации, то есть показывал, что человек это, ну, сам по себе робот, он зависит от внешних, от многих внешних причин, свободы воли никакой нету, то есть вот как Бог вот расположит, так вот мы согласны наших предыдущему опыту. То есть если мы вот в первом классе, вот я, например, считаю, что я где-то, может быть, даже в подготовительном классе нахожусь по уровню своего интеллекта, а другие, может быть, высшим классом находятся, которые родились вот в январе, допустим, люди, они очень опытные, им осталось несколько перевоплощений, и они уже освобождаются, не будут тоже связаны с телом непосредственно, которым надо управлять. Ну, это как экскаваторщик. Вот он там сел в экскаватор и начинает, душа это как экскаваторщик, и начинает двигать этим экскаватором. Выполняет определенную работу. Какая работа-то? А вот работа-то, которая матрица вот эта предусмотрена. А если мы отклонились уже, мы сейчас экскаватор, ну, правда, у нас есть такие виртуозы, они грецкие орехи экскаватором давят там, что-то там наливают подъемным краном, это виртуозы есть, но это редко. Вот. Будьте все здоровы, до новых встреч, не обижайтесь, если что, кого я задел.